Темной части дома. Все хотят на подоконник. Комментарии, когда кто-то пишет, что разбогатело, что бабки появились. Гардеробная, ребят. Кто там живет? За этой дверью. Когда мы жили на съемной квартире, случилась такая жуткая ситуация. Здесь, в этой ванне, я не буду купать собак. Привет, я Энни Мэджик, и как вы знаете, в 2019 году мы переехали в свой дом, который построили сами. И я показываю вам обычную жизнь каждый день, как у нас проходит, чем мы занимаемся, что покупаем, что делаем. И в одном из роликов первых я показывала хаус-тур, то есть светлую часть дома. Вы ее видели, кто не видел, посмотрите. И обещала, и в вопросах все голосовали просто, да-да-да, Аня, показать темную часть дома, которая находится вот там вот за вот этими вот дверьми. И я покажу, что же находится там, и кто там живет. Подписывайся на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропускать самые новые видео из нашей новой жизни. И погнали! Мы уже везде убрали наши елочные веточки. Очень много иголок было. Алиса постоянно ими играла, и все эти иголки были везде, на полу, на столе. Короче, по всему дому. Так проходят наши дни. Разнос дома. Эйвен с Юмичу решили, что надо на Софи нападать. Алиса очень часто вот с таким вот наглым, королевским видом возлегает на столах. Я, конечно, это не приветствую, но что я могу сделать с этой милотой, которая сюда запрыгнула и здесь лежит, да? Да что это вообще такое, что происходит? Ой, я не могу. Вы оба вдвоем напали на одну, так нечестно. Да, Софиш, скажи так нечестно. Ну, Софиша, по-моему, очень даже все честно ее устраивает. Кстати, в этой комнате, которую мы прозвали постирочной, я в прошлый раз ее показывала, но не всю часть, проживают еще одни питомцы, которых вы же постоянно мне и дарили. Это улитки. Их тут несколько штук, они очень уже большие и живут вот в этом вот гигантском контейнере, но я собираюсь их переселять, организовывать их жилье по-другому, так что как только я это сделаю, я обязательно сниму видео. Сюда мы еще вернемся, только вот не в эту комнату, а в другую, за другую дверь. Там тоже кое-что есть, о чем я сегодня расскажу. Тут у нее новая забава, этот букет, она пытается его как-нибудь растормошить, постоянно отрывает листики, и потом кое-кто ими играет. Очень весело, игрушек-то нету, как бы, да? Если вы еще не в курсе, то на канале моих волшебных питомцев, где я их озвучиваю, вышло новое видео, тоже снова ссылка вот там в описании, потом сходите, поднимите себе настроение. Ленивая кошара. Иногда, правда, вот она пользуется своей когтеточечкой. Кстати, очень прикольная тема, вот эти картонные когтеточки, мне очень понравилось, и она реально, ей тоже нравится, она постоянно именно вот тут дерет ее. Ставьте лайк на этот ролик, если вам нравится, когда я показываю именно обычную жизнь, и пишите в комментариях свои идеи, предложения, вопросы. А моей собаке Софише больше семи лет, и вот семь лет все деньги уходили на строительство дома, а сейчас все деньги уходят на покупки для дома. Я сегодня легла в 4 часа утра, ужасно не выспалась, потому что мы снова ездили по магазинам, там вот куча всяких покупок, и я, наконец-то, скоро сделаю обзор полной кухни, как и обещала. Итак, мы с вами отправляемся в путешествие по темной части дома. Здесь вот такие двойные высокие двери, они очень красиво распахиваются. Над этими дверьми тоже окно, как и во многих комнатах, и здесь серый потолок, и не черные стены, не черные. Мы попадаем в первую очередь в спальню. Плитка заканчивается, и начинается серый вот такой вот пол. Кошка обожает тут тусить на подоконниках вот этих вот темных, и Юми все время пытается к ней как-то забраться, потому что здесь окно, и, соответственно, в окно видно птичек всяких, которые летают, за которыми она наблюдает. Все хотят на подоконник. Всем интересно, что там. Не помню, показывала ли хоть раз. Вот так вот выглядят ручки практически на всех дверях. Здесь они в виде перьев, а в других комнатах на дверях другие немножко ручки, но по цвету и материалу они одинаковые. Я сначала сделаю быстренько общий обзор. Вот здесь такая высокая дверь, она ведет в ванную, мы туда еще попадем. Кровать в спальне и вход в гардеробную, мы тоже туда попадем. А вот тут вот, как я ее называю, композиция и высокие окна. В спальне, как вы могли заметить, на окнах сейчас нет шторы карнизов, есть только вот такие штучки. Они опускаются и закрывают практически весь свет в комнате, то есть становится очень темно, ничего не видно. Хотя вот здесь вот на камере кажется, что они практически прозрачные, хотя они темно-серые. Сейчас она вот так вот раз и поедет наверх. Конечно же, с такими большими окнами хотелось сделать большие подоконники, и они деревянные и полностью покрашены в цвет стен. Самый прикол в том, что когда мы выбрали этот цвет, это графит, такой достаточно сложный цвет. Он не черный, хотя иногда вечером в темноте он может казаться черным, иногда он становится синим, иногда серым. То есть он, поэтому он и называется сложным. Мы поняли, что если все будет такое, то как-то выключатели белые и белые батареи будут смотреться здесь слишком яркими пятнами. Поэтому мы заказали, чтобы их вот эти все выключатели и розетки покрасили именно в такой же цвет. Я в некоторых смыслах перфекционист, и иногда мне хочется вот, чтобы все было именно вот как хочется. Под окнами сейчас два вот таких вот больших сталинских кресла. То есть это старинные антикварные кресла, которые мы реставрировали специально. И вот такой вот старинный столик письменный, многие могут его вспомнить из съемной квартиры. Сейчас здесь лежит такая небольшая композиция из подсвечников, вот таких вот стеклянных колпачков. Как я говорила, дом не такой уж и большой, и чтобы создать эффект большего пространства, удлинения такого, что его действительно много, мы сделали в спальне и в гардеробной две одинаковые люстры, повесили их по одной линии. Люстры такие черные, с золотом, немножко в таком китайском, азиатском стиле. И благодаря этому создается вот это вот ощущение длинного такого пространства, особенно если смотреть из основных дверей в спальню. Но, как я говорила, очень многое в доме будет меняться. И, как я называю, в спальне сейчас не очень функционально. И поэтому, возможно, здесь тоже интерьер изменится. Во-первых, приедет другая кровать, потому что эта кровать, это просто матрас на каркасе. Это не кровать. А я хочу, чтобы была кровать вот с таким вот большим изголовьем на стену, мягким. На той стороне комнаты сейчас просто стоит кресло, какой-то столик старинный, кстати, со старинной коробочкой, рамочкой, в которой нет фото. Возможно, где-то здесь встанет именно туалетный столик. И композиция, которая сейчас под окном, тоже изменится и будет более функциональной, полезной для жизни. Конечно же, покрывало вот это вот, наволочки подбирались под цвет спальни, чтобы все подходило и сочеталось. Это кресло очень похоже на кресло, которое в зале. Оно очень удобное, уютное. Тут такие вот ушки. И у него другая немножко расцветка, другая ткань, но оба они приехали из Америки и ждали просто очень долгое время, когда наконец-то они переедут жить в дом. И самое, наверное, мое любимое, это вот эти вот светильники. Они висят по бокам от кровати. Сразу представляете, вот здесь вот такое красивое изголовье. И они невероятно просто вот необычные, красивые. Они сделаны из таких вот хрустальных шариков, висящих на проволочках. Это очень большая длина. Это специально было продумано. То есть, чтобы вы понимали, высота потолков здесь в спальне где-то 3,5 метра, может даже больше. И они как бы висят по краям кровати и очень красиво выглядят, когда они включенные. Ты вот так вот их болтаешь, и на стенах, и на полу появляются такие хрустальные радужные переливы. Вечером это очень такой приятный свет. Читать книжку, валяться вот здесь. Выключаются они именно у кровати. То есть, ты лежишь вот здесь, вот ты можешь их выключить. И у них вот такие вот хрусталинки внизу, такие шарики. Они издают такой прикольный звук. Вряд ли вам слышно. А на полу от них вот такой вот перелив. Но, скорее всего, здесь будет что-то прикроватное. Я, например, поспав в этой спальне, поняла, что действительно не хватает каких-то прикроватных тумбочек, куда положить книжку или телефон, чтобы он заряжался, потому что везде есть розетки, и тут в том числе. Как я уже не раз говорила, мы все пытались продумать, и поэтому розеток очень много по всему дому, чтобы нигде не валялись провода. А тут стоит вот такой вот черный, глянцевый, красивый горшочек. В нем пока нет никакого цветка, но скоро обязательно будет. И, как вы поняли, основная вот цветовая гамма именно здесь, в этой части дома темная, и есть момент золота. Киска Алиска зашла сюда вместе с нами, но где-то исчезла. Я почему-то предполагаю, что она в гардеробной. Мы сейчас отправимся туда, возможно, мы там ее найдем. А после мы пойдем в ванную, и я покажу вам, кто же живет там. В гардеробную ведет не дверь, а вот такие вот темные бархатные шторы, потому что хотелось, чтобы пространство именно продолжалось, если оставлять полностью двери и шторы открытыми. Потому что получается, что когда ты их открываешь, ты попадаешь в одну из комнат, но гардеробной там ты не видишь. То есть здесь образуется довольно большой проход, такой же, как для двери, кстати, с широкими вот такими вот стенами. Сюда можно повесить какие-нибудь картинки или что-то такое. И ты попадаешь в такую небольшую комнату, рабочую зону, а точнее половину гардеробной комнаты. Здесь тоже есть большое высокое окно с большим подоконником. Из-за этого здесь не бывает прям очень темно, при том, что стены довольно темные. Здесь стоит письменный стол небольшой. Очень много старинных вещей в доме, вот как эта картинка. А вот эти вот две как бы птицы, это такие штуки, которые называются чо-фа. Они приехали из Таиланда, и они созданы для того, чтобы отгонять плохую энергию. Здесь Будда. А вот тут на столе пока что такая композиция. Кстати, вот эта вот красивая керамическая баночка тоже приехала из Таиланда. А здесь в этой старинной коробочке, шкатулочке косметика моя в небольшом количестве хранится, потому что я практически ничем не пользуюсь китайский веер. И я купила еще для гардеробной вот такие вот корзиночки прикольные, тканевые. Но пока еще никуда их не применила. И вот тут можно, например, у единицы почитать книжку, порисовать, закрывшись шторками в такое вот тайное, секретное местечко. А вот как раз с той стороны сама гардеробная. Здесь точно такая же люстра, как и в спальне. Тоже, как и во многих местах, какой-то горшок припасен, в котором что-нибудь будет. Тоже покрашенные батареи и высокие темные плинтуса, которые закрыла Юмичу. Вот такое вот старинное зеркало. Вы его, скорее всего, помните из съемной квартиры, в которой мы жили, потому что оно там состояло и ждало своего времени тоже достаточно долго. Оно еще будет реставрироваться, потому что оно не в самом лучшем состоянии сейчас. Но зато это, наверное, пока что единственное большое зеркало в доме, в котором можно увидеть себя в полный рост. На зеркале стоит тут такая шкатулочка синенькая с ватными палочками, хотя она обычно находится в ванне, если честно. И вот такая вот штучечка мне подарили на Новый год. Это такие духи для дома. Ароматы распыляют тут. Кроме вот этой китайской люстры, которая находится в этой части, в самой гардеробной части находится освещение из нескольких лампочек. И оно на видео не видно, но оно безумно яркое. Все уже смеются, что я все называю. Холодильник моей мечты, кухня моей мечты. Я реально всегда мечтала о гардеробной, потому что все свои годы... Потому что у меня так случилось в жизни, что у меня негде было никогда хранить вещи. В детстве тем более. А потом, во взрослом возрасте, я постоянно переезжала. Постоянно мои вещи... Чего мой покемон? Хранились как-то непонятно как. И мне всегда хотелось, когда я перееду в свой дом, я обязательно его построю. Так я думала раньше. И это действительно случилось. Пусть не быстро, не сразу. Но все мои силы на это пошли. И я шла к своей цели. Поэтому, если честно, очень обижают, расстраивают комментарии, когда кто-то пишет, что разбогатело, что бабки появились. Я, конечно, понимаю, что в большей части это пишут маленькие дети, которые завидуют. И, скорее всего, у них какие-то проблемы в своей жизни. Если это пишут взрослые, то мне вообще непонятно, что в их головах им явно нужно работать над своим внутренним миром. Потому что мы не вправе никого судить. Это первое. А во-вторых, мне это обидно. Потому что я просто... Ну, блин, я к этому шла так долго. Я сама этого всего добилась. Я постоянно вам говорю, что идите к своей цели, идите к мечте. У вас все получится. Своими руками, своими силами. Мне... У меня ничего не было из детства. Мне никто этих денег не дал. И поэтому я трудилась, вкладывала огромное количество сил. Просто годами, целыми днями. И когда кто-то мне пишет такое, мне хочется вот просто взять и дать, блин, в рожу. Это сейчас меня бомбит. Конечно, на самом деле я так никогда не поступаю. И всегда стараюсь таких людей принимать, понимать и относиться к ним с душой. Чего и вам желаю. Хэштег, мне тебя жаль. Да. Вот. Ну, не будем о плохом. Мечта сбылась. Гардеробная, ребят, действительно достаточно большая. В ней очень много разных шкафов, разных полок, разных вешалок. И они все служат для разного. Здесь вот, например, есть стеклянные вот такие шкафчики. Есть витрина, в которой лежат сумки. И там вот в этих местах тоже есть специальные такие полочки, в которых тоже все продумано до мелочей. Но мне там до сих пор нужно кое-что закончить, прибраться. Потому что сейчас там бардак. Хотя я ожидала, что у меня в гардеробной будет всегда порядок. Но это временно. В общем, как только я здесь все закончу, я потому что очень хочу с вами поделиться с теми, кому реально интересно. Кстати, голосуйте вопросики. Что там и как показать свой гардероб, гардероб питомцев, где их вещи хранятся, как я здесь все обустроила и почему. Так что мы сюда обязательно в другом видео вернемся. Так где же мы с вами, ребята, потеряли киску Алиску? Потому что в гардеробной ее не было, тут ее нигде нет. Она вот туда вот точно попасть не могла, потому что в эту комнату большую часть времени дверь всегда закрыта. Сейчас я объясню, почему, кто там живет. Что же у нас там такое за этой дверью? Пошлите. С интересом изучают комнату, потому что они здесь бывают крайне редко. И только под моим присмотром. Сейчас объясню, почему так. Да, Эйвен, тебе нравится ковер? Тебе нравится ковер? Эйвену нравится играть на ковре. Здесь снова начинается плитка, которая в зале. Что происходит? Да, Юми, Эйвен и Софи. Без понятия, куда опять подевалась киса Алиса. Она все время где-нибудь тусуется. Все-таки жизнь в деревенском доме загородном это совсем другое. Не то, что в квартире, где ее можно найти. И здесь, к сожалению, все не так. Ну и, в принципе, все равно ей в это помещение нельзя. Многие, наверное, в инстаграме у меня или у питомцев видели фотки, как мы здесь фотографировались с кисой Алисой. Кстати, подписывайтесь на инстаграмы, чтобы за нашей жизнью следить полностью. Там собаки на кровати дерутся, уже я слышу. Тусовка. Да? Тусовка, да? У вас тут тусовка, да? Тусовка. Чтобы все было здесь опять в шерсти. Чтобы я опять убирала это все, да? Как и во всем доме моей мечты, здесь тоже высокие потолки. Соответственно, высокая дверь. Было бы нелепо здесь сделать обычную дверь. Если что, у меня рост примерно 161-164. Я точно не знаю сантиметров. А здесь потолки 3 с лишним метра. В ванной висит вот такая вот люстра, которую я называю НЛО. Вообще, она больше черного, чем коричневого цвета. Не знаю, почему камера так передает. И, конечно же, вот с такой вот золотым как бы покрытием изнутри. А напротив зеркала висят две вот такие вот лампочки. Чтобы когда умываешься, ты был полностью освещен и было тебя видно. Я всегда хотела большую ванную комнату. Чтобы она была вот именно как комната. Чтобы проводить в ней время. Валяться в ванне. Сидеть на одном месте, читать книжку. Умываться. Чтобы все это было комфортно реально. Мы сейчас перейдем на ту сторону. А вот на этой части, на этой стене, на входе стоит вот такой вот старинный столик. На нем сейчас папоротник огромный. Мы его только вчера купили. Купили еще кое-какую зелень. Потому что хочется все-таки чего-то такого зелененького в доме. Свежести какой-то. Здесь стоит вот такая стеклянная ваза. А в ней лежат такие очень длинные стручки. Эти стручки тоже приехали давно. Еще из Таиланда мы их везли. Чтобы потом использовать как декор. Да, это настоящие живые растения. Вот такие вот палочки. А внутри... Вот, слышите? Семена уже высохли. Не только такие палочки, но и вот такие вот. Мне кажется, выглядит очень стильно это. Все делалось как хотелось. Я старалась просто все силы, мысли и деньги вкладывать в то, чтобы потом мне это очень нравилось. И смотрело красиво и радовало глаз. Поэтому раковина очень большая. С вот такими вот ушами. Стоит на вот таком вот большом черном двойном комоде. Ножки которого мы сами покрасили в золотой. Купили к нему такие золотые ручки-пимпочки. И вот так вот выглядит. Здесь сейчас находится подносик, который тоже приехал из Таиланда. Как вы поняли, очень много вещей собирались именно из разных стран. Например, вот этот вот декор. Такие вот чашечки, черный цветок лотоса, мыльца, которые, кстати, мне выдарили. И с этой стороны раковины сейчас стоит вот такой вот золотой. Изначально это подсвечник, но мы использовали как вазу, в котором стоит настоящая живая орхидея. Да, она не искусственная, она живая. Цветок, который мы тоже вчера приобрели. И, кстати, он очень сильно изменил, оживил интерьер. Зеркало тоже подбиралось специально под ванну. Оно круглое, металлическое. И у него есть вот такие ящики, куда можно что-нибудь положить. А вот здесь на полочке тоже может что-то лежать. Вот эти вот лампочки, это обычные лампочки, шарики такие на тканевых проводах. Ну и рядом с раковиной стоит вот такой вот металлический стеллажик со стеклянными полками, на которых всякие такие штучки, декор, какая-то косметика, духи. Внизу лежат полотенца. Кто смотрит мой канал достаточно давно, понял сразу, что это. Это муравьиная ферма. Колония безумно выросла. И как только мы с вами придумываем какой-нибудь классный эксперимент, который можно будет снять на микроскоп, я сниму видео про них и расскажу, как что. В ванной также есть такой вот арт-декошный, с зеркалами, с золотой вот подушечкой, с золотыми такими ножками. Пуф! Из-за зеркал он очень тяжелый. Я его сейчас переставлю, присяду на него и кое-что вам расскажу. Вот этот темно-синий ковер, он очень мягкий такой, приятный, когда ходишь по нему босиком. Мы тоже специально для ванны покупали. Короче, дело в том, что когда мы жили на съемной квартире, случилась такая жуткая ситуация с муравьями. Киса Алиса запрыгнула на ферму, открыла крышку и просто всех разнесла. Почему? Потому что она кошка, ей это интересно, там какие-то маленькие существа бегают, она вот просто била лапой, и все они разлетелись, и я практически по частям, по кусочкам собирала их дом обратно и их туда по одному запускала. Я не хочу, чтобы эта ситуация повторилась, поэтому здесь в ванной комнате дверь чаще всего закрыта, и сюда можно попасть только вместе со мной под моим присмотром, особенно кошки. Собаки еще ладно, а вот киса Алиса это пипец. Поэтому, да, муравьиная ферма сейчас находится именно здесь, ну и с другой стороны муравьям здесь комфортно, потому что здесь очень тепло, и здесь темно, а муравьи любят темноту, им это комфортное состояние, поэтому здесь им лучше всего, но пока что они вот так находятся, я не знаю, может я что-то придумаю, какой-нибудь сделаю им вечный террариум, что-то такое, может у вас есть какие-то идеи. В ванной комнате у меня тоже мечта была сделать высокое большое окно, оно здесь есть, и такой же просторный широкий подоконник, как и везде. На подоконнике сейчас стоит рамка золотая, в ней что-нибудь будет. Вот такую вот штучку, свечку ароматную мне подарили, тоже друзья, на новоселье. Здесь, кстати, блокнотики вот такие золото-черные, это мне мэджики дарили. Вот такая вот керамическая, немножко азиатская, как это назвать, горшочек, в нем сложный полотенце, и вот здесь пока живет вот такой горшок, в котором будет цветок, его надо пересадить, и вот такая вот ваза черная, тоже с золотом, очень прикольная, в нее можно что-нибудь потом складывать. И если приглядеться, то шторы в ванной не серого бархата, а очень-очень темного, такого глубокого зеленого цвета, поэтому практически черными смотрятся в кадре. Столок тоже деревянный, на полу плинтуса, на потолке плинтуса, и здесь вот на карнизе таком, тоже как и в спальне, хрустальные шарики. Ну, про унитаз ничего рассказывать не буду, здесь вот такая вот корзинка прикольная, войлочная, а вот за этой стеночкой, на стеночке стоят вот такие два подсвечничка стеклянные, тут тоже два больших окна, но они расположены на высоте человеческого роста, то есть если ты стоишь прямо, они над тобой, а не перед тобой, потому что в этой части у нас душевая кабина такая вот, с плиточкой, со сливом, ну, вряд ли что-то есть о чем тут говорить, единственное, что душ тоже моей мечты, он как дождь, то есть ты стоишь под ним, и он льется именно сверху вот из этого вот круга, это очень кайфовое ощущение. Темный торшер временно, а может быть и не временно, и вот она сама ванна, ванна тоже достаточно необычной формы, такой современной, внутри она белая, снаружи темная, здесь есть душ, экраник, все как и должно быть, и изначально она планировалась напротив окна, то есть вот там, и окно должно было быть в пол, чтобы смотреть прямо вот так вот на улицу, но потом захотелось какой-то приватности все-таки. Короче, чтобы вот так вот не быть голым в окне, хотя в окне лес, но все же, она безумно комфортная, классная, и самое крутое здесь лежать, в этой огромной комнате, с этими потолками, пускать эти бомбочки. Блин, мечты сбываются, ребят, и я безумно счастлива, что все так. Я же собиралась сказать про ванну. Здесь, в этой ванне, я не буду купать собак, как обычно раньше было, потому что это такое личное пространство. А вот как раз помещение, куда я хотела вернуться в начале ролика, но, по-моему, ролик уже получается слишком длинный, и об этом в другой раз. Короче, в хозяйственной части у нас есть еще одна отдельная ванная, в которой как раз и будут мыться питомцы все. Она не только для них, но и для всяких других потребностей. Так что, если вы хотите увидеть купаться, ставьте лайкосик. Если вам будет интересно, голосуйте в вопросе, я сниму гардеробную подробно, какие-то покупки, например, кровать и какие-то изменения. И все, ждите нас в следующих видео о нашей жизни. Да?